наследование описывает возможность создания нового класса и существующего ребят и это важно и это применимо ну давайте разберем с нескольких сторон но представьте вы трудились вот как мы сначала курсов с вами вот трудимся сначала вы создавали линии потом соединяли эти линии между собой у вас рисовался прямоугольник это у вас была абстракция потом вы этот 3 у описывали то есть прямоугольник потом вы описывали треугольник потом вы собрали прямоугольник треугольник наконец-то назвали домом хорошо а теперь представьте нам надо в доме сделать окно окно скажите пожалуйста готовы ли вы чтобы сделать в доме окно снова сесть за эту рутинную работу то есть грубо говоря взять и написать опять дом с нуля опять писать что одна линия плюс вторую линию плюс третью линию плюс четвертую линию потом назвать это прямоугольником потом обратно на создать треугольник потом создать прямоугольник и треугольник потом назвать это домом а потом добавить окно это было глупо и рутина вот именно поэтому и создали класс класс описать нечто новое то есть нам не надо чтобы вставить окно брать и вписать все по-новому мы просто создаем новый класс мы создаем новый класс и называем ее его и называем его хом девайс только здесь уже мы будем называть когда изучая язык мы будем называть с правилами то есть название например пишется если с большой если это из двух слов то следующие тоже пишется с большой и они пишут совместно это принято просто такое правило и мы эти правила изучаем и мы называем хом девайс но при этом нам не надо все описывать мы берем просто house было правильно называть это сейчас базы house мы берем предыдущий наш класс который описывал построение дома и просто-напросто вбиваем его как параметр и и теперь мы можем проговорить мы проговариваем хом хом девайс наследует класс базы house то есть грубо говоря что происходит происходит что мы создали новый класс и существующий но при этом этот новый класс включает уже дом ребята так это же есть кайф то есть нам не нужно описывать вы понимаете что мы можем описать любой объем один раз описав мы просто-напросто дальше наследуем что-то от чего-то и теперь получается нам всего лишь если у нас это устройство дома то мы просто начинаем писать методы только сейчас я буду называть метод до уже более правильно хотя по коду они не отличаются просто программисты решили для себя как вот различить функциональное программирование и объектно-ориентированное программирование когда ведь допустим в python и там и там def но они решили что когда функция это понимается функциональное программирование то есть опять же маленькие программы без класса когда в пределах класса это будем называть они решили метод и мы пишем метод 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 расположение окна конечно она будет написать больше нам надо будет расположение размер но вопрос в том что мы в этом классе описываем только метод а предыдущий класс мы же рассматриваем час наследование у нас уже готов и мы совершенно легко теперь вставляем в наш дом окно и вот наш дом с окном все готово просто просто таким же способом мы описываем второй метод например например дверь ребят я что-то рассказываю что вы не знаете я понимаю вот это вас путала ребята ведь в жизни вы приходите к себе домой и и жена говорит давай приделаем веранду вы не идете делать следующее а веранду значит идем строим новый дом и к ней приделаем веранду нет вы просто проделываете как это не дырку ах я не строитель сейчас в общем прорезаете для двери да там выход уже пристраиваете веранду у вас в голове и так понятно что дом никуда не денется но компьютер компьютеру надо было как-то объяснить вот и придумали наследование ребят это гениально просто согласитесь а дальше вы можете так дальше добавляя классы добавляя классы вы можете и дальше так совершенствовать это же просто но это уже в следующем видео